привет друзья сегодня у нас 24 мая и начинаем работать с зелеными прививками зелени когда небольшой такой маломер по многочисленным заявкам трудящихся и обучающихся подготовлены уже пуст пошел ветер что имеем то имеет что делаем друзья пункт 1 вырезаем глазок щиток я вам уже рассказывал как это правильно делать так чтобы минимально себя покалечить щиток в данном случае и на старуху бывает проруха щиток должен быть минимально тонким обработаем зелеными с тыльной стороны здесь у нас была почка листик я его срезаю с тыльной стороны узла я готовлю карман зарез 1 зарез 2 отложили нож взяли наш щиток и помещаем в этот вот карман если щиток тоненький тонкомер и вы видите что совпадения комбиальных слоев с двух сторон нет смещайте под одну с двух сторон в данном случае щиток хорошо лег на свое место в гнездо поэтому просто берем обмоточный материал и начинаем плотно его парковать полностью обматываем нашу рану вставляя на улице или свободно только глазочек там недельку полторы подумает что ему делать за это время начнет нарастать калус и он тронется в рост есть и день иногда друзья на одном кусте приходится делать несколько вариантов несколько гибридных форм что материала проверить соответственно тоже ежегодно получается много ну и жалкоцевый куст на неизвестную форму которую вроде как заявили неплохо а потом она куда-то делилась так здесь у меня конечно проблемка давайте вот этот вырежем это двойничок друзья видите растет из одно место двойник если я сейчас один выломаю второй за ним пойдет поэтому я вырезаю аккуратно двойник вот уже ослепляю этот пенечек чтобы не было нигде своих родных глазков теперь готовим точно также карманчик еще раз повторяю в данном случае ваш счетов должен быть максимально тонким это будет один из основных критериев удачной прививки вот обратите внимание с этой стороны вот с этой стороны уже но здесь комбиальные слои совпали а с этой стороны они не достают потому что щиток тонкомер не смертельно совместили под одну сторону теперь просто выполняем плотную герметичную обмотку прививку данном случае называется окулировка да и синевшим черенком или глазком зеленый побег с пробуждением так еще один глазочек пока я выполняю эту манипуляцию друзья давайте обсудим сроки четких сроков нет в том году начали что-то делать до каких пор это можно делать значит с пробуждением глазка друзьям можно делать до 15 июля почти два месяца позже можно делать но уже будут проблемы с вызреванием лозы позже уже как раз можно делать окулировку зеленкой в зеленку без пробуждения вас придет время мы будем выполнять эту операцию и обсудим его более детально ну вот здесь я уже сделал то что хотел остался еще один глазок делать не делать или просто выбросить не будем жадничать просто его оставим хотя человек старался у меня данный сейчас покажем как с ним работать точно так же удаляем глазок лист я завязаем нижний карман верхняя не надо потому что зарез прошел получился только сверху но снизу совместили теперь обмоточка обмоточки маленький такой точно так же плотненько но полностью вместе с глазком и поплотнее одного оборота пленки будет достаточно на глазок больше не надо а теперь аккуратно ножом подденем эту пленку постараюсь минимально навредить глазку все тоночку подрезали теперь глазок когда проснется он с легкостью разорвать эту пленку и придет просто почему так обматываю вы видели друзья что я когда срезал глазок нож чуть вернул и верхней планочку как вот здесь вот у меня не получилось сделать здесь вот смотрите и когда мы вставляем наш карман то низ зарастет а вверх будет оттопыриваться в данном случае когда карман зарезал здесь тоже есть комбиальные слои я их совместил и когда плотно обмотал они прижались к этим комбиальным слоям то есть когда будет происходить срастание нас растет здесь в первую очередь по низу срастается потом уже здесь если бы не обматывал глазок полностью здесь зачастую мы не можем наложить плотный бандаж чтобы было соприкосновение зачастую здесь нет этого самого срастания все привили теперь главная задача максимально удалить все родные волоски убираем все точки роста все ослепили подрезали листики остались листики будут работать берем нашу бирку маркер отвечаем кто это у нас будет как не забыть все нормально что происходит колевая система работает подает влагу на листья листья это все дело транспирирует происходит поток подсасывания всегда влаги питание в течение недели-двух происходит срастание начинает активно развиваться калус и глазок начинает идти в рост бывает так что на это надо два-три дня бывает неделя бывает две некоторые упрямцы могут месяц сидеть но в итоге трогаются идут в рост и все будет замечательно это повторение прошлого прошлогоднего даже урока окулировка с пробуждением черное зеленое результаты чуть позже всем мира и добра друзья до новых встреч окулировка с пробуждением черное зеленое спасибо за просмотр! Продолжение следует...